Прежде чем сесть за парты и начать писать под диктовку, участники акции «Тотальный диктант» с любопытством и восторгом разгуливали по палубе известного парусника Паллада. Для многих именно площадка стала поводом проверить свои знания русского языка. На Палладе ни разу еще не была, это очень интересно. Я уже не знаю, куда фотографировать, все так хочется заснять, запечатлеть, потому что такой момент, ну, для меня вот первый раз. Во Владивостоке написать «Тотальный диктант» решилось около двух тысяч человек. Для этого организаторы подготовили более 20 площадок. Однако самой популярной стала именно аудитория фрегата Паллада. К слову, парусник уже принимал участие в акции. Впервые «Тотальный диктант» на Палладе написали в 2016 году, тогда судно было в походе. Участие во всероссийской акции приняла команда – около сотни курсантов Дальневосточного рыбохозяйственного университета. На этот раз парусник стал площадкой для всех желающих. И, по словам организаторов, в первый же день регистрации все 100 мест были забронированы. Именно столько вмещает учебная аудитория фрегата. Стоит отметить, что особенным стало не только место проведения «Тотального диктанта», но и человек, которому доверили его диктовать. Им стал Николай Зорченко, в прошлом капитан легендарного судна. Нам приходится много выступать, обращаться, разговаривать. И даже перед аудиторией, перед курсантами, предположим. То есть, все-таки курсанты вузов, гости, чужая аудитория и так далее и тому подобное. И я, видимо, там получил нормальную школу. Как говорить правильно, где там ударение поставить. На борту Паллады собрались люди самых разных возрастов и сфер деятельности. Пенсионеры, люди средних лет, студенты и школьники. Многие проверить свою грамотность пришли семьями. Проверить себя, ребенка поднатаскать по русскому языку, потому что экзамены же сдаем. Поэтому я ходила просто вместе с дочкой, чтобы составляла ей компанию. И потом втянулась сама. Начался диктант с приветственного видео от организаторов и прочтения текста авторам. Каждый год его пишут современные русские писатели. В этом году выбор пал на творчество Ленида Юзефовича. Как и всегда, диктант поделили на три части для разных регионов России. Первую из них «Санкт-Петербург-Нева» писал Дальний Восток. 250 слов посвящены красоте, исторической важности и внутреннему духу северной столицы России. С точки зрения орфографии, пунктуации, текст не очень сложный. Даже эксперты, которые были в прошлом году на тотальном диктанте, отметили, что текст прошлого года был намного сложнее. На написание диктанта ушел час. По словам некоторых участников, текст не вызвал затруднений. Также многие отметили хорошую диктовку. Честно говоря, первый раз пришел тотальный диктант. Давно собиралась. Надеюсь, что будут мне хорошие результаты. Проверять работы будут филологи. Результаты диктанта организаторы обещают озвучить после 12 апреля. А позже состоится награждение отличников. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.